Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова после выходных мы с вами возвращаемся на площадки в наш еженедельный спекулятивный бой и отслеживание основного новостного, фона влияющего на перспективы тех инструментов, которыми мы стараемся торговать через среднедолгосрочные инвестиционные идеи. Прошлая пятидневка оказалась довольно-таки интересной не только исходя из насыщенности макроэкономического календаря, но и с точки зрения того, что мы смогли приблизиться по ряду уж точно валютных активов к тем целям, которыми руководствуемся уже несколько месяцев подряд. То есть прошлая неделя действительно была очень интересной, результативной для нас, что позволило нас с очень хорошим настроением завершить пятницу и с таким же прекрасным настроением уйти на выходные. Я хочу думать, что за субботу-воскресенье вы не растеряли этот оптимистичный настрой и с таким же приподнятым состоянием духа сегодня возвращаетесь к старым добрым спекуляциям. Напомню то, что раз сегодня понедельник, значит у нас есть возможность с вами увидеться дважды, то есть у меня есть возможность дважды понадобедать вам это в формате нашего брифинга, который, собственно, проходит сейчас. И в 16.30 пройдет вебинар «Правильный понедельник», посвященный основным событиям прошлой недели. То есть если вы какую-то валютную пару, события, новость, статистику упустили, и вам хочется, в принципе, еще раз разобрать, что же интересного было, я вас с огромной удовольствием приглашаю. Сегодня в 16.30 мы еще раз пробежимся по основным релизам прошлой недели и посмотрим, какие у нас отчеты на повестке этой пятидневки и попробуем, собственно, обозначить среднесрочные цели, которых можно руководствоваться в рамках этой недели. Ну а теперь давайте начнем все-таки с наших традиционных инструментов, которыми мы стартуем каждый брифинг. У нас это связка нефть-рубль. Нефть в целом, даже несмотря на откат, который мы наблюдали в пятницу, все равно пока радует нас как медведи, потому что мы, наконец-таки, приблизились к поддержке в 55 долларов за баррель. Клосс пятницы 55.81 по бренду, сейчас чуть пониже торгуемся 55.67. Нефть мы с вами анализируем очень детально и, в частности, тот негативный настрой, который на рынке сформирован, он, опять же, является следствием тех макроэкономических данных и статистики, которые мы получаем по штатам. Вы помните то, что штатам мы уже отвели статус, возможно, одного из самых важных и опасных регионов для стабильности цен на углеводороды, потому что и хочется, с одной стороны, уважить оптимистов, которые делают ставку на то, что сделка ОПЕК будет результативной для всего рынка черного золота, но больше хочется все-таки увидеть распродажи нефти, потому что мы традиционные продавцы. И здесь большое спасибо Соединенным Штатам Америки, которые по многим показателям переписывают даже максимумы. То есть, вы помните, в прошлой неделе рост запасов в нефти США плюс полтора миллиона, это запасы, которые увеличились за неделю, и, соответственно, текущий показатель 520, исторический максимум, плюс ко всему исторический максимум еще и по объему экспорта 1,2. Это конец февраля, который был закрыт, собственно, этим регионам по экспортным поставкам. Ну и, безусловно, мы делаем акцент большой на количество нефтяных терминалов от Беккер-Хьюз, и, судя по, опять же, статистике, получаемой от этого исследовательского агентства, прошу прощения, у нас, соответственно, основа цифры, которая сигнализирует об увеличении нефтяных терминалов, в частности, прошлой неделе, плюс 7 штук с 602, мы выросли до 609. Я думаю, то, что прогноз Министерства энергетики, мы помним то, что он располагал у нас к идее, то, что к концу первого полугодия 2017 года количество нефтяных терминалов в США будет увеличено даже до 650 штук. Конечно же, такой прирост станет фактором роста и объемов добычи, хотя в США уже 600 тысяч за последний год по добыче. Текущая планка по добыче производства выше уже 9 миллионов баррелей добычи в день. Прогнозы того же самого Министерства энергетики 9,3 к концу этого года и 9,8 в 2018 году. Соответственно, Соединенные Штаты Америки будут продолжать увеличивать добычу и снижать эффективность сделки ОПЕК. Я бы даже сказал, что сводить положительный результат к нулю. Поэтому каждый раз, когда нам приходится говорить про нефть, я с особым удовольствием делаю ставку на Соединенные Штаты Америки, потому что, конечно же, этот регион указывает на то, что медвежьи ориентиры сохраняют в своем актуальности. Плюс ко всему, в пятницу вышел отчет по активности в сфере услуг Китая, снова снижение 52,6 в 53,1. И еще один аргумент в пользу того, что китайская экономика продолжает демонстрировать жесткую посадку. В связи с тем, что я сказал, почему же тогда нефть у нас в пятницу выросла? Дело в том, что помимо того фона, который мы с вами проанализировали, был еще и такой локальный. Это Ливия и очередное боестолкновение. В частности, сообщение о том, что был нанесен авиаудар по нефтяным терминалам, которые расположены вблизи порта Сидор, стали фактором локальной поддержки. Но я еще раз хочу сказать то, что лично не припомню, чтобы вот этот локальный фактор поддержки, локальные боестолкновения, оказывали влияние на нефть больше, чем в перспективе 3-4 дней. Я думаю то, что очень быстро даже, может быть уже к вечеру сегодняшнего дня, мы позабудем про этот новостной фон. И нам придется вернуться к той статистике, которую я сейчас вам обрисовал по штатам. И параллельно мы будем готовиться к снова недельным отчетам по этому активу, запасам и количеству нефтяных терминалов. И опять же, нет сомнений полагать то, что в трендах что-то изменится. Потому что если уж сланцевый бизнес стал рентабельным даже при ценах 35 долларов за баррель в США, конечно же, текущие котировки, они являются зеленым светом для всех сланцевых производителей, чтобы те возвращались в большой нефтяной бизнес и, соответственно, увеличивали добычу. По нефти ждем закрепления ниже 55 долларов за баррель. Надеюсь то, что распродажи ближе к концу прошлой недели были не попыткой, опять же, недведи показать свой характер. Я надеюсь то, что это попытка, или, по крайней мере, предпосылки для формирования нисходящего тренда, который, в принципе, ожидается очень давно. Рубль 58.25, видели и повыше котировки, 59, пока рубеж не пал. Ну и если бы, конечно же, нефть и в пятницу у нас сохранила коррекционную динамику и оказалась ниже 55 долларов за баррель, рубль бы уже котировался выше 59. Здесь самое главное, нам сохранять спокойствие и, видя все предпосылки для девальвации, не отказываться от этой идеи. Мы еще обращаем внимание, когда есть возможность на статистику по российской экономике, в частности, из отчета в пятницу, пьемая в сфере услуг России, снова снижение вслед за активностью в производственном секторе. Я думаю, те, кто внимательно следит за брифингами, то есть не пропускает их, помнят то, что я под конец года делал детальный обзор макроэкономических показателей России и обращал ваше внимание на крайне низкие значения активности в производственном секторе России с переуслуг. И, в принципе, тенденция нисходяще сохраняется, и цифры, которые мы получаем в последние месяцы, не подтверждают то, что этот тренд еще актуален. Плохая статистика, отсутствие поддержки от налогового периода и, как и всегда, наличие потенциала снижения нефти не позволяет мне рассмотреть рубль с точки зрения покупок. Ставлю на ослабление против основных конкурентов и на движение пары юзнира в район 60 против американца. Доллар японская иена. Американец на прошлой неделе получил массу поводов для фундаментального роста и всех неплохо отыграл. Это и риторика представителя американского регулятора по поводу ожидания повышения процентной ставки. Жесткая риторика, в частности, оценки настроений. Мы анализировали многих представителей из последних, собственно, Вильямса, Дадли, которые подтвердили наличие всех условий, необходимых для роста каткосочных процентных ставок. Плюс ко всему еще целый блок сильнейших макроэкономических данных, хотя не сильнейших, просто хороших, которые указывают на сохранение восстановительного тренда. И, в частности, это активность потребителей, личные доходы, личные расходы, потом заказы на товары длительного пользования, отчет по ВВП, настроение через уровень доверия потребителей. И, помните, в четверг еще заявки на пособие по безработице. Я думаю, что на этот отчет нужно сейчас снова сделать еще больший акцент, потому что заявки не предваряют официальную статистику по состоянию американского рынка труда. То есть, основной релиз, он у нас ожидается в эту пятницу, Non-Farm Perils. И, поскольку заявки на пособие по безработице лучший релиз за последние 44 года, есть основания, думаю, согласитесь, надеяться на то, что Non-Farm Perils также не разочарует. То есть, в связи с этим, американская валюта даже в предвкушении, опять же, данных сначала по EDP, потом Non-Farm Perils, будет иметь достаточно факторов поддержки. Ну и, конечно же, не стоит забывать про выступления Трампа в Конгрессе. Пусть он не коснулся налоговой реформы, но комментарии по поводу увеличения бюджетных расходов на инфраструктуру были восприняты в оптимистичном ключе, потому что являются проявлением стимулирующей политики, которая была обещана им во время предвыборной кампании. Соответственно, пока все складывается в пользу сохранения повышательной динамики по доллару, доллар будет дисконтировать собственную стоимость и риторику Трампа, и выступление, точнее даже риторику представителя американского регулятора, и сильную статистику. Прежде всего, реакция следует в американских трежерис, доходностях. Сейчас десятилетки торгуются на отметке в 2,5%, двухлетки на максимуме 2009 года 1,32%. Рост индекса доллара является следствием поддержки доходности американских трежерис, ну и сам бакс, конечно же, реагирует на подобную динамику. Вероятность повышения процентной ставки уже оценивается больше, чем 85%. Это данные фьючерсного контракта FedWatch, и это, опять же, позиция следствия опроса многих экспертов, которые проводятся Блумбергом. В пятницу у нас вышел еще отчет по активности в сфере услуга США 57,6-56,5 и еще один релиз, который повышает вероятность ужесточения монетарной политики. Вы знаете то, что замыкал неделю и, в принципе, торговую сессию еще один важный фундамент. Это выступление председателя американского регулятора Джанет Йеллен в Чикаго, за которым последовало еще и выступление ее заместителя Стэнли Фишера. В частности, оценка обоюдная, то, что американская экономика достигла цели по инфляции и по занятости повышения процентной ставки у местного, в марте это решение будет основным предметом обсуждения. И есть позиция того, что, конечно же, лучше бы сейчас уже возможно поторопиться с повышением процентной ставки, чтобы не напустить выход инфляции за пределы 2%. Об этом очень много говорил в пятницу еще один представитель американского регулятора Лейкер, который, в принципе, обратил даже внимание тех, кто интересуется этой темой на не самый лучший опыт 60-х годов, когда инфляция вышла за пределы установленных целевых коридоров, повлияла на потребительскую активность и замедлила показатели ВВП. Возможно, такие посылы будут услышаны. Ну, в частности, я разделял такую позицию очень давно и вам рекомендовал все-таки от покупки доллара сейчас не отказываться. И надеюсь, что вы в длинных позициях против и японского конкурента, да и, в принципе, против большинства рисковых инструментов. В общем, американцы покупаем и дальше. Ждем еще более крутой фундамент на этой неделе и ждем уход вероятности ужесточения монетарной политики на заседании 15 марта за 90%. Евро против доллара сейчас торгуется на отметке 1.06. Ну, возможно, то, что в пятницу трейдеры, даже вопреки тому фундаменту, который сложился на рынке, все-таки предпочли не торопиться с еще большими покупками американца, я связываю это только лишь желание зафиксировать результаты прочих длинных позиций. Просто иначе никак нельзя объяснить распродажи под закрытие, соответственно, недели. Локальная слабость доллара позволила рисковым инструментам немного отыграться. А вот если мы будем разбирать фундамент, в принципе, европейской валюте тоже не на чем было расти. Роничные продажи просели в месячном выражении минус 0,1, следом за снижением в прошлом месяце на минус 0,5%, годовое значение на очень скромных значениях 1,2. И я вам хочу сказать то, что, возможно, причина низкой потребительской активности – это также высокие значения инфляции сейчас. Это пока моя субъективная позиция. Но чтобы убедиться в этом, нужно получить еще несколько релизов. То есть давайте подержим такой аргумент пока в памяти, к нему еще вернемся. Но в целом макроэкономическая картина, она остается в конве слабых релизов и, в принципе, все те факторы, которые мы использовали для продажи европейской валюты, они все еще актуальны. То есть евро я продолжаю продавать и считаю то, что в ближайшие дни мы все-таки сможем пробраться ниже поддержки 1,05. Фунт против американца в пятницу заставил лично меня понервничать, потому что я поставил для себя уровень незыблемой поддержки 1,22, когда готов был отказаться от длинных позиций по фунту. Этот уровень пока держится. Мы достигли в пятницу минимума 1,22 с копейками, был 1,22, по-моему, 13, после чего последовало восстановление. Фунта, опять же, след за слабым долларом. Но основное давление внутри дня было оказано на британца публикации очень слабого отчета по активности в сфере услуг, на которую приходится больше 80% экономического восстановления. В частности, 53,3% с прошлого 54,5% – это худшее значение за последние пять месяцев. И здесь можно порассуждать и сделать вывод, который заключается в том, что британская экономика явно тратила импульс экономического восстановления, бодрого роста, показанного в конце 2016 года. То есть сейчас показатели ВВП будут, скорее всего, снижаться. Я не сомневаюсь и полагаю, что лучшая цифра и лучший прирост, на который можно рассчитывать сейчас экономики Англии в первом квартале 2017 года – это 0,4%. Почему же ВВП снижается? На самом деле причина – это низкая потребительская активность. А низкая потребительская активность – это следствие роста потребительских цен, инфляции и снижения темпов роста заработных плат. Это вот то, о чем нам говорил еще председатель Банка Англии Карни, указывающий на то, что самый главный риск – то, что инфляция опережает рост заработных плат. Соответственно, это будет влиять на потребительскую активность, на расходы домохозяйств и будут изначально выступать предлогом и фактором слабых показателей экономического восстановления. Я не думал, что это произойдет так быстро, но в принципе мои думки в данном ключе ничего не значат. У нас есть цифры и статистика, указывающие на то, что все произошло гораздо быстрее. Но пока держится уровень 1.22, я все-таки предлагаю вам фокусироваться на теме предстоящего Баррекзита, инициирование 50-й статьи. Этот фундамент у нас уезжает, как и раньше, на конец марта. И я надеюсь, что трейдеры еще предпочтут поспекулировать через длинные позиции перед уже тотальным негативом, который может наступить уже после того, как эта статья вступит в силу. Пока цели 1.25-1.26 по фунту. Пожалуй, британская валюта – это единственный рисковый инструмент, находящийся сейчас, опять же, в рекомендациях бай, то есть покупки. Доллар-франк – также интересная валютная пара. Сейчас котировки по-прежнему держатся выше паритетного значения. Я думаю, что мы в ближайшие дни пойдем снова на отметку 1.03. Поддерживать эту идею будет и рост американца, и последний комментарий председателя Национального банка Швейцарии Джордана, снова отметившего, что Фрэнк является достаточно дорогой валютой, все еще дорогой. И те инструменты, которые Национальный банк Швейцарии использовал ранее, то есть это валютные интервенции, отрицательные процентные ставки, это инструменты, которые находятся, опять же, в арсенале Национального банка Швейцарии, инструменты, которые Национальный банк Швейцарии готов задействовать в том случае, если если уровню паритета будет что-то угрожать. И еще австралийцы-новозеландцы у нас находятся в нисходящем ралли. Полагаю, что мы можем смело ставить то, что австралийцы очень быстро окажутся ниже поддержки 0,75. Новозеландская валюта, возможно, будет более динамично снижающимся инструментом. По крайней мере, последние дни явно указывают на то, что давление на новозеландца более выражено. Я связываю это с последними комментариями председателя Резервного банка Новой Зеландии Уиллера, который также коснулся более высокого обмена курса новозеландца, нежели тот, на который рассчитывал Резервный банк Новой Зеландии, в связи с чем, что давление на этот инструмент может быть усилено. И сегодня, опять же, из важных событий я хочу отметить вам выступление того же самого Уиллера поздновато в 21.00 по московскому времени. Если будет возможность, понаблюдайте. Надеюсь, что риторика его не изменится, и на новозеландцы сегодня будет оказано еще большее давление. Сейчас котировки 0,70. Если все пойдет как по маслу, мы увидим закрепление новозеландцев против доллара ниже отметки 0,70 уже к концу сегодняшнего дня. Золото, как и раньше, будет находиться под давлением американца, старающегося реабилитироваться. 1,233 с небольшим сейчас. Ждем снижения ниже отметки 1,230 долларов за тройку концу. Ну и американский фондовый рынок, как и раньше, у нас кандидат на покупку. Фондовая секция, уверен, еще покажет, неоднократно перепишет исторический максимум. 2400 по S&P мы уже с вами достигли, но я позволил себе замахнуться на более крутую цель 2450. И надеюсь, что этот уровень также окажется позади в ближайшее время. Собственно, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, как и всегда, форума о маркетинге, канал на YouTube. Не забывайте подписываться на наш канал, те, кто этого еще не сделал. Там самые актуальные видеоматериалы. Если смотрите уже видео через канал на YouTube, оставляйте вопросы там, под каждым актуальным, свежим выпуском, брифингом. Ну и не забывайте, конечно же, ставить лайки. Большое спасибо за внимание. Удачной, прибыльной вам недели. И, как и всегда, пожалуйста, контролируйте риски. Всего доброго. До свидания.